Всем привет, с вами Дэн, и у нас швейцарский бренд сегодня на канале, Матэ Тисо. Я вам приготовил очень такую, знаете ли, вкусненькую модель. Ну, давайте открывать коробочку, и знаете, коробочка прям уже навевает что-то такое винтажное, потому что у нас тут прям дерево, дерево и необычненько, необычненько. Так, какие красавчики-то! Ой, ну тут прям винтаж так и прет, мне кажется, даже через экран уже. И ремешков что-то прям, ну, навезли-то, навезли-то ремешков сколько. Так, часы пока в сторонку. Значит, у нас тут натовский есть ремешочек, неплохой, кстати, брендированный, в хозяйстве пригодится, под цвет циферблата. И также здесь, так, все тут, да? И также еще кожаный ралли такой, да, ремешок. Кстати, в 60-х действительно дайверы были и с такими ремнями. Хорошо, ну, комплект уже прям неплох, комплект неплох. Но, конечно, самое главное это часы. Сейчас пленочки сниму и продолжим. Так, ну что, модель у нас называется Matiti So MRG1 SwissMade, швейцарские часы. Внутри механизм с автоподзаводом SELITA SW200. Корпус, браслет, сталь 316L. Кожаный ремешок у нас также в комплекте, еще и натовский ремешочек, да. Водозащита 200 метров. Версия с синим циферблатом, есть, кстати, другие версии. Подсветка метки-стрелки с супер-люминовой швейцарской. Заявлено, кстати, стекло минеральное. Почему? Вопрос, может, дань 60-х. Оно прямо здесь просто огромное. Огромное купольное стекло невероятной толщины, еще и с циклопом. С циклопом дата у нас имеется. Ну и часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time. Ссылку оставлю в описании к ролику. И что касается риктейла, то чуть больше, чем 140 тысяч рублей. Давайте посмотрим на размерчики. Раз уж мы говорим, что часы-то у нас винтажного плана. Да, 41. Вполне себе современный универсал. Так что подойдет, наверное, под любое запястье. Но это проверим. 12,9 по высоте. Но здесь толстенное стекло. И 10,6 для водозащиты 200 метров. Прямо это впечатляет. Молодцы. 20 по браслету. И от ушка до ушка. Здесь 51. Ну, знаете, вот прям лезет отсюда винтаж. И ушки, и корпус. И прям такой... Ой. Сделанные в стиле скиндайвера. Такие часы для погружения. Ныря они в 60-х годах появились. Тогда у них водозащита совершенно другая была. А сейчас она уже вполне себе современная. Тонкий безель. И мне нравятся вот такие безели, которые идут без вставок. Здесь именно просто стальной безель с зеркальной полировкой. Слушайте, ну, честно скажу, очень нравится. Так, а что у нас безель? Какой безель-то у нас? 120 кликов. Очень четкий, очень уверенный. Нигде ничего не режет. Очень хорошо отполирован. Единственное, что он тонкий. Да, опять же, стиль 60-х. Поэтому браться не очень удобно. Особенно, если будет речь заходить про влажные руки. Да, в перчатках вдруг, конечно, это будет не самое удобное. Но в плане юзабилити в повседневной, а все-таки надо понимать, что большинство все-таки такие часы носят, как дескдайверы. Да, как раз это вот тот самый случай для максимального удобства. Да, слушайте, ну, здесь винтаж просто вот изо всех щелей так и прет. Потому что вот эти ушки, которые вот такие немножко под углом, как будто бы они в определенной точке потом сойдутся. Как раз с такой сатинированием полностью. Центральная часть узкая. Опять же, мы видим вот эти самые скиндайверы. Задняя крышка такая относительно пухлая. Здесь высокое стекло и центральная часть узкая, как раньше делали. Узкий рант, конечно. И вот эта стрелка оранжевая, блин, классная такая. Сверху прям все внимание на себя перетягивает. Хорошо перекликается с метками по внешнему радиусу циферблата. И, конечно, искажения. Здесь вообще все на объем играет. Да, и циклоп, и купольное стекло, и вот эта стрелка, и накладные метки без каких-либо обрамлений. Да, просто такие брусочки у нас есть. Все как раз идет, вот играет на этот самый объем. Кстати, очень неплохо увеличивает здесь циклоп. Да, и опять же, опять же, здесь такие надписи, как раньше в 60-х делали. Да, когда их так немножко много. Немножко много. Внизу SwissMate, Mati Tiso у нас логотип. И дальше автоматик, Mergulator, как раз MRG-1, да, то, что это называется. Прикольно, слушайте. Ну, сделано прям с душой. И мне нравится лучистый циферблат. Он такого позитивчика добавляет. Вообще, часы очень позитивные. И вот, знаете, как вот образец именно винтажа 60-х, но при этом они не стали делать какие-то небольшие размеры. Они сделали вполне себе базовый размер в 40 миллиметров. Это прям отлично. Прям вот шикарно сделали. Я эту модель, честно говоря, достаточно случайно увидел. И я подумал, что, блин, а мне она прям нравится. Она шикардосная просто. Кстати, кто не знает, Mati Tiso сам по себе бренд появился еще в 1886 году. Так что тут много лет. Называется он по фамилии основателя. И в 20 веке в начале они были довольно известны. Получали большое количество наград. Например, в 1914 году хронограф их побил все рекорды. В разное время являлись поставщиками для элитных часовых марок многих. Потом кварцевый кризис. Ну, а сейчас предприятие является полностью независимым. И время от времени выпускает свои такие вот интересные новиночки. Мне, кстати, хочется приложить прямо вот этот ролейный ремешок. Ну, да, они более сдержанные. Они, конечно, вот сейчас выглядят более винтажно. Более винтажно. Все-таки браслет немножко яркости добавляет. И ушки эти скрывает. Да, они как будто сливаются с корпусом. А ремешок, конечно, сразу вот, пожалуйста, вот он тебе винтаж. Так более винтажно, так более универсально, ярко и современно, что ли. Ну, а на натовском ремешке это совсем уже другая будет история, конечно же. Конечно же. И больше, наверное... Ну, да, кстати. Хорошо. Синий как раз вот немножко на контрасте идет. Вот с этим вот лучистым, да, который у нас по циферблату. Вообще эти часы, конечно, магнит такой для ремешков. И тут много чего подойдет. Что угодно можно пробовать. И оранжевую нато я бы, например, попробовал. Ну, кстати, браслет неплох. Браслет неплох. Здесь он, получается, пятизвенный такой. Центральные звенья. Немножко такого рисового плана, я бы сказал, с зеркальной полировкой. Ну, а основная часть идет с сатинированием. И хорошая у него геометрия. Он такой мягкий, шелковый. Прямо как шарфик какой-то. Прямо смотрите, да. Вот как змейка извивается. Прикольно. Значит, здесь внутренняя часть литая. Верхняя часть штамповочка на фиксаторе. На фиксаторе. Ну, опять же, здесь вот я бы сказал, что в этих часах сразу два момента, которые сделаны под 60-е. Да, вот фиксация браслета и стекло здесь у них не сапфир, а минералка. Вопросы немножко спорные, да. Тем более за эту стоимость, может быть, хотелось, что чего-то другого. Но, опять же, смотря, кто предполагается аудиторией для этих часов. Очевидно, аудитория для этих часов – это как раз ценители часов 60-х. Задняя крышка прозрачная. Здесь можно посмотреть на селиту. Сделали кастомный ротор. Ну, в принципе, окей. Хотя, лично я бы хотел тут увидеть что-нибудь такое. Что-нибудь. Какую-нибудь интересную гравировочку. Опять же, для 60-х подходящую. Но это, наверное, мое мнение. Ну, и прям хочется на запястье приложить. Ой, хорошо, хорошо. Да, винтажненько, винтажненько. Но при этом ярко, при этом сочно, очень оптимистично. Я бы сказал, универсально. Особенно, если не на браслете. Я думаю, на ремне даже чуть более официально. Больше такой в кэжуал. На браслете больше такой. Они за счет того, что безель здесь с зеркальной полировкой. Такие получаются прям... Ну, блестящие, я бы сказал. Блестящие, да, блестящие. На ремешке более строгие. Посадка удобная. Здесь все хорошо. Они не такие высокие. При этом, учитывайте, что ушки достаточно длинные. Поэтому запястья ниже среднего могут не сесть. Могут не сесть. Поэтому обязательно все-таки смотрите на этот момент. Все-таки 41 мм. Да, но высота при этом 9 мм где-то. Так что класс. Ну, 9 мм, разумеется, без учета стекла. Потому что стекло тут, ого-го. На полном браслете у нас получается 148 грамм. И также хочу показать, сколько по браслету есть про запас. Да, относительно моего запястья. Ну, сантиметра 4 имеется. Так, ну, цифер хорош. Лучистые, накладные метки такие прям. Хочется их аж потрогать. Они как с такой вот, тут люминофор нанесен. Но они выглядят такими объемными, рельефными. Как будто какие-то такие прям мягенькие. Как будто бы. Прикольно. Приятный циферблат. Ну, качество здесь налицо. Хорош, хорош. Со вкусом ребята постарались сделать эти часы. Ну, и задняя крышка здесь. Да, здесь селита. Могли бы что-нибудь придумать поинтереснее в плане гравировочки. Что хочу сказать по итогам. Да, есть два вопроса к этим часам, о которых мы уже раньше говорили. Но стиль, качество и эмоции от этих часов, наверное, для меня даже перевешивают то, что здесь стекло не сапфирует. Понравилась. Модель очень выверенная, очень классно сделанная. В лучших традициях, что называется. И для меня она стала открытием. Пишите, как вам эта модель. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. С вами был Дэн.